Всем привет, друзья! И мы продолжаем с вами целый цикл образовательных роликов, посвященных тому, как защитить свои права в России и не сесть на бутылку. Напоминаю, что если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, с юридической точки зрения или с практической точки зрения, вы можете написать их в комментариях, пишите в комментариях те темы, на которые вы хотели бы поговорить, которые вы бы хотели, чтобы я прокомментировал. Итак, сегодня у нас речь пойдет о частных охранниках, потому что очень интересный комментарий мне написали, я его попозже зачитаю, но начнем с АЗОВ. Начнем с того, что федеральным законом о частной детективной охранной деятельности от 11.03.1992 года номер 2481-1 в редакции от 27.12.2019 года о частной детективной охранной деятельности в Российской Федерации у нас регламентируется деятельность тех самых охранников. Но на самом деле это по закону. По факту мы сталкиваемся с абсолютно беспредельным подходом к охранной деятельности в России. То есть у нас охранниками называют неизвестно кого. То есть у нас охранниками называют бабушку, которая сидит на вахте. У нас охранниками называют каких-то непонятных сотрудников магазинов, которые стоят у кассы и требуют показать им сумки. У нас охранниками не называют только, я не знаю, может уборщиц. И то, скорее всего, уборщиц тоже иногда называют охранниками. Так вот, чтобы внести ясность в ваше понимание, кто такой охранник, охранник это человек, который работает на частную охранную организацию, имеющий статус частного охранника и имеющий, нужно чтобы организация, в которой он работал, имела соответствующую лицензию на осуществление частной охранной или детективной деятельности. Соответственно, только вот этот человек может называться охранником. Все остальные, это как правило, если покопаться, это либо сотрудники магазинов, либо уборщицы, либо просто контролеры. Что делает контролер? Контролирует. Кого? Ну, кого хочет, того и контролирует. Но я надеюсь, не вас, потому что, ну, как-то вы, я думаю, что все мои подписчики, как-то думающие люди и уважающие себя, и не позволят контролировать себя каким-то непонятным, нелицензированным уборщицам там или кому-то еще. Не примите за неуважение, уборщицы. Я уважаю ваш труд, просто не надо замещать с собой должности частных охранников, пожалуйста. Итак, начнем с АЗОВ. Что же такое у нас частная детективная охранная деятельность? Это у нас в статье 1 данного закона прописано. Настоящим законом частная детективная охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение, лицензию, полученную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. Частная детективная организация на возмездной основе, на основании лицензии, может оказывать услуги по защите прав и интересов организаций других, физических лиц, юридических лиц, а также клиентов этих организаций или юридических лиц. Ну, соответственно, частная охранная организация и частные охранники осуществляют свою деятельность только на основании законов Российской Федерации. Кто же такой у нас частный охранник? В статье 1 прим. 1 в пункте 2 Частный охранник, гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящем законном порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с частной охранной организацией. То есть, как я и говорил, это не просто бабушка, которая сегодня полы моет, а завтра решила что-то похоронять. Это специально обученный, должен быть квалифицированный сотрудник частной охранной организации, имеющий соответствующее удостоверение и лицензию, чтобы в организации имела обязательно. Ну, дальше там в этом законе про частный сыск, про там всякие моменты, как самим охранникам получают эти удостоверения, лицензии и так далее, как им проходить обучение. Это, я думаю, вам не особо интересно. Вам интересно, как эти частные охранники могут повлиять на вашу жизнь. По большому счету, из этого всего большого федерального закона, вам, как людям, не желающим получить какой-то статус охранника, или не желающим открыть свою частную охранную организацию, а желающим просто защитить свои права от этих самых частных охранников, или лиц, которые им представляются, или хотят отказаться. Нужно всего несколько статей. Одна из таких статей, это статья 12, которая, в принципе, дает нам представление о том, может ли охранник вас, собственно, задержать. И мы находим этот ответ. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, либо нарушающее внутри объектовый или и пропускной режимы, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел, в полицию. Вот ответ на этот вопрос. То есть, получается, может охранник вас все-таки задержать. Но, опять же, вы должны совершить противоправное посягательство. То есть, должны быть четкие основания подозревать вас в совершении, там, кражи, там, либо какого-то нарушения. Ну, так как внутри объектовый и пропускной режим у нас есть только на предприятиях, да, где, собственно, туда обычные люди обычно не попадают. Вот, а если попадают, то они знают этот внутри объектовый и пропускной режимы. Этой темы мы не касаемся. Но вот посягательство на охраняемое имущество. У нас вопрос идет по случаю в магазине, да. Кстати, сейчас надо будет зачитать вопрос. Собственно, если охранник четко видел, или ему кто-то сказал, что вот этот человек там-то, там-то украл то-то, то-то, то есть, конкретно он видел, что вы что-то украли, тогда да, он, конечно, может вас задержать и незамедлительно обязан передать в полицию. Вопрос из комментариев звучал следующим образом. Расскажите, пожалуйста, про охранник. Вот, пример, ты в магазине или в другом помещении, тебя останавливает охранник, требует открыть сумку для проверки. Мол, если есть подозрение, что вы что-то украли или что-то в этом роде, ты, к примеру, отказываешься открывать и показывать охраннику личные вещи. Более того, если ты просишь представиться охранника или показать удостоверение, он отказывается и начинает быковать, зовет подмогу или еще кого-то на помощь, и тебя грубой силы начинают скручивать и вести в неизвестное тебе подсобное помещение. Как действовать в таких случаях и защитить себя, если под рукой нет перцового баллончика, не шокера? Можно ли как-нибудь оказать сопротивление охраннику, а то заведут в подсобное помещение, и тебя там побьют, и домой поедешь на скорой? В магазинах очень часто встречаются охранники с требованием открыть сумку или рюкзак. К примеру, если же приехала полиция, как наказать охранника, как правильно составить заявление, если нет опыта в этом совсем у простого человека? Можете рассказать в следующем видео, как вести себя с охраной. Ну, собственно, вот и рассказываю. Так вот, мы выяснили, что охранник вас может задержать. Но тут еще вопрос ставится так, что представится охранник отказывается. То есть, в этой же статье 12 федерального закона о частно-детективной охранной деятельности мы читаем. Обязательным требованием является наличие у работников частно-охранной организации, осуществляющих охранные услуги, личной карточки охранника, выданной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частно-детективной охранной деятельности. То есть, это Росгвардия. Или его территориальным органом в порядке установлено федеральным законом исполнительной власти, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частно-детективной охранной деятельности. Работники частно-охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком. Оказание работниками частно-охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно позволять определять их принадлежность к конкретной частной охранной организации. То есть, грубо говоря, по закону охранники должны быть одеты в специальную форму на одежду и иметь личную карточку охранника. Там фотография, соответственно, название организации, фамилия, имя, отчество, печать должна стоять и, собственно, срок действия. Она должна быть на видном месте, чтобы вы могли однозначно идентифицировать охранника. Более того, возвращаемся у нас к другой статье федерального закона. Это 12 прим. 1. Это прям следующая статья. Находим у нас пункт пятый этой статьи. Он прям в самом конце. Итак, частные охранники про обеспечение внутрообъектового и пропускного режимов обязаны предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, запятая, других граждан удостоверение частного охранника. То есть, даже ни при каких обстоятельствах вы можете просто подойти к любому человеку в форме частного охранника и потребовать у него предъявить удостоверение. Он обязан предъявить вам удостоверение. И неважно, вы являетесь ли вы сотрудником правоохранительных органов или простым гражданином. В любом случае он обязан предъявить вам удостоверение. Нарушение, в принципе, любого этого правила влечет собой административную ответственность по статье 20.16 Кодекса административных правонарушений. Соответственно, две административки и охранник лишается своего удостоверения. И также там какие-то санкции идут на организацию. То есть, если много раз сотрудники организации нарушают, по идее, она должна быть закрыта. Но, конечно, в России этого не происходит, потому что в России руководители или работники частной охранной организации, я имею в виду руководство, бывшие сотрудники правоохранительных органов, как правило, либо имеют соответствующую крышу в силовых структурах. И закрыть их или как-то на них повлиять достаточно сложно. Ну, мне, кстати, удавалось два раза привлечь охранников к административной ответственности именно за отказ предъявления удостоверения по 20.16. Но это было очень давно, 4 года назад, в 2017 году. Также в этой же статье 12.1 указано, что частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц. То есть, они все-таки обязаны соблюдать ваши права. Кстати, в тексте этого закона, вот специально для, как для тупых охранников, несколько раз вот это вот упоминается, что обязательно только на основании закона, только при соблюдении прав граждан. И теперь мы переходим, собственно, к тому, имеет ли охранники применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях порядка, установленных законодательством Российской Федерации. Да, имеют. В этой же статье это указано. И, соответственно, вот тут указан порядок применения физической силы и специальных средств огнестрельного оружия. И мы переходим, собственно, к главе пятой, к разделу пятому этого закона. И видим, что вот тут условия применения физической силы, специальные средства и огнестрельного оружия. И читаем. Применение физической силы. Статья 16, прим. 1. Частные охранники имеют право применять физическую силу в случаях, если настоящим законом им разрешено применять специальные средства и огнестрельное оружие. Соответственно, мы идем, то есть тут идет отсылка к двум другим статьям. Мы идем к применению специальных средств. Статья 17. Частные охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях. Пункт 1. Для отражения нападения непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых лиц. Пункт 2. Для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление. И тут же указывается. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, запятая лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, запятая совершению группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу. В этих же случаях он имеет право применять специальные средства и огнестрельное оружие. Но огнестрельное оружие, слава богу, в магазинах, по крайней мере, я не видел у охранников, иначе бы это были летальные какие-то исходы. Хотя много раз видел у группы быстрого реагирования, которые приезжают, собственно, по кнопке. Если кто-то из сотрудников магазина нажимает кнопку, приезжает ГБР, и вот, собственно, у них там специальные средства, огнестрельное оружие иногда попадаются. Итак, только для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью, а также для пресечения преступления против охраняемого ими имущества. Когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление. То есть, когда вы, грубо говоря, совершаете преступление против охраняемого ими имущества, то есть, к вам могут быть применены специальные средства и физическая сила. Видите как? Но опять-таки, тут речь идет именно о преступлении, и именно об оказании физического сопротивления. То есть, тут охранник тоже должен четко понимать, что вы совершили преступление. То есть, даже не какую-то там мелкую кражу, а именно преступлению. То есть, вы открыто там что-то похищаете, там, не знаю, врываетесь, совершаете разбойное нападение и что-то такое. Мы тут не берем в расчет поставленный вопрос. А вопрос был именно про магазин. И когда вы ничего не украли, у охранника, соответственно, нет оснований полагать, что вы что-то украли, и он просто так по наитию просит вас открыть сумку. Он, конечно, на это права не имеет. Никакого. И, соответственно, в этом случае он никакого права не имеет применять вам специальные средства и физическую силу. И также мы идем к огнестрельному оружию, хотя, повторюсь, случаи появления охранников с огнестрельным оружием в продуктовых магазинах пока что редкие, но с ухудшением экономической обстановки в России, я думаю, они будут появляться все чаще и чаще. Итак, охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях. Первое. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности. Второе. Для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Третье. Для предупреждения выстрелом в воздух о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги и вызова помощи. Ну, соответственно, запрещается применять огнестрельное оружие там в отношении женщин, связанные признаки инвалидности и так далее. О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел или территориальный орган, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной детективной охраны деятельности по месту применения оружия. То есть, соответственно, в этих же случаях, когда он может применять оружие, там, опять же, только для защиты и для отражения группового вооруженного нападения на охраняемое имущество. То есть, по сути, это те же случаи, когда может применять любой человек огнестрельное оружие или физическую силу для самозащиты или защиты охраняемых законным интересов или третьих лиц. То есть, по сути, тут ничего не отличается. И опять-таки, в случае, когда он просто вас просит показать сумку, а вы отказываетесь, конечно, он не может ничего к вам применять. Вообще ни задержания, ни специальные средства, ни физическую силу, ни огнестрельное оружие. Вообще ничего. То есть на этом его полномочия все. Что же делать, когда охранники все-таки тащат вас в подсобку просто так, потому что вы отказались показать им сумку? У меня на канале очень много роликов с такими ситуациями. Очень много. Прежде всего, нужно привлечь к себе внимание. Нужно орать, как будто вас режут. Потому что есть небольшая вероятность, что когда вас затащат подсобку, вас действительно будут резать или убивать. Опять же, такие случаи нередки. Опять же, сопротивляться, хвататься за разные предметы, пытаться привлечь внимание окружающих. Если же вы видите, что до вас может докопаться охранник в магазине, если вы гипотетически можете представить подобный счет вас, увидите охранник, что на вас смотрит косо. Включайте камеру на своем мобильном телефоне заранее, чтобы вся ситуация была с самого начала. Прежде всего, потребуйте у охранника удостоверение частного охранника. Если он отказался его предъявить, он не охранник. Он для вас никто вообще. В дальнейшем, если вам препятствуют как-то проходу-выходу из магазина, или что там какое-то физическое насилие к вам применяют, вы, конечно, можете в целях самообороны применять физическую силу в ответ. Ну, то есть, не то, что там в ответ он вас ударил, вы его ударили. Нет. Ну, просто защищаться. Если вас бьют, защищайтесь, конечно. То есть, вы имеете полное право на это. Любым доступным способом вы можете защищать свою жизнь и здоровье. Я вам напоминаю. Если ей угрожает реальная опасность, и вы не понесете ответственность, не должны понести ответственность в соответствии с законодательством, даже если в следствии неожиданности нападения вы не смогли в достаточной степени оценить угрожающую вами опасность, и там сделали что-то лишнее. Вы не должны понести за это ответственность. То есть, старайтесь как можно дальше отдалить тот момент, когда вас затащат в эту самую подсобку. Просите окружающих вызвать полицию или вызовите ее сами. Ну, так как у вас телефон снимает, как правило, ну, это не будет возможно. Ну, просите, прям орите, чтобы вызвали полицию. Так, когда приедет полиция? Прежде всего, что вам нужно сделать? Как грамотно составить заявление? В любом заявлении вы указываете обстоятельства произошедшего. То есть, кратко, очень кратко указываете. То есть, такого числа я пришел в магазин, чтобы совершить покупки. Был остановлен неизвестными мне людьми, которые, там, сказали, что они охранники. Они требовали от меня, там, показать личные вещи. На что я потребовал у них предъявление служебного удостоверения частного охранника. Они отказались, соответственно, не удостоверили свои полномочия. Я продолжил двигаться к выходу. И там они меня задержали, избили. Вот нанесли им телесные повреждения. Мне требуется медицинская помощь. Прошу привлечь их к уголовной ответственности по статье, там, соответственно, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Которая, кстати, предусматривает очень серьезное наказание. Итак, статья 203 Уголовного кодекса. Это у нас превышение полномочий частным охранникам. Соответственно, с применением насилия или угрозой его применения, либо с использованием оружия и специальных средств, повлекшие тяжкие последствия, наказывается лишение свода на срок до 7 лет, с лишением права занимать определенную должность и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Соответственно, если просто, без применения насилия, то там наказывается лишение свободы на срок до 2 лет. Идет уголовная ответственность. Первая часть, она не тяжкая, вторая часть уже тяжкая. То есть, по второй части риск сесть в тюрьму для охранника очень высокий. Ну и, соответственно, едете потом в травмпункт и снимаете побои. И там, соответственно, рассказываете, вас спросит доктор, там, как вы получили эти травмы. И вы рассказываете там все произошедшее. При этом многие люди меня спрашивают, вот как правильно снимать побои в травмпункте, если побоев как таковых нет. Так вот, друзья, побои это просто факт того, что вам причинили физическую боль. А следов может и не быть. Вы просто указываете, что вот тут было больно, вот тут сейчас болит, вот тут было больно, вот тут сейчас болит. Допустим, механизм образования каких-либо там кровоподтеков, там синяков и так далее, он у всех разный. Они могут вообще у тебя не проступить. То есть, многие люди, у них очень сложно проступают синяки. Многим людям там достаточно пальчиком тыкнуть, у него синяк появится. Это индивидуально. Поэтому нужно обязательно фиксировать любой факт касания вас охранникам, ментам и так далее. И, соответственно, потом отправлять эту справку, копию этой справки в полицию, когда вас вызовут на объяснение или самим приходить это все делать. Да, кстати, забыл отметить, речь в этом ролике шла исключительно об охранниках, обладающих статусом частного охранника, то есть имеющим соответствующее зеленое удостоверение. А все же остальные чуваки, которые похожи на охранников, которые спрашивают у вас сумки, в основном в небольших магазинах это простые работники магазина, которые вообще не имеют тех прав, о которых мы говорили в начале этого ролика. Вообще не имеют права ни задерживать вас, ни останавливать, ни как-то препятствовать вашему выходу из магазина. И даже если кто-то что-то украл, все, что они могут, это идти за ним и вызывать полицию, и говорить, что вот он бежит туда, он идет туда, и он там все что угодно говорит, но трогать, никого ограничивать, они права не имеют. Они имеют права максимум вызвать полицию. В общем, не бойтесь, боритесь за свои права и смотрите мои видео. Я просто мог бы объяснить вам чисто юридическими терминами, юридическим языком, это было бы, конечно, короче, это было бы, возможно, более интересно каким-нибудь людям с юридическим образованием, которым лень самим изучать этот закон. Но я стараюсь для того, чтобы большинству из вас было это понятно, я стараюсь для того, чтобы, собственно, вы получали те знания, именно знания, не какое-то там представление о том, что там какой-то чувак говорит юридическими терминами, ничего не понятно, а именно знания, как на практике действия в каких-то ситуациях. Если у вас какие-либо вопросы возникают или вы хотите предложить тему для следующих выпусков, пишите в комментариях, обязательно подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, распространите это видео, ну и боритесь за свои права.